Да, потребитель ассоциирует зеленый листик с экологичностью или с натуральностью, но он видел уже такое количество этих зеленых листиков, что он даже не обратит на вас внимания. Если бы я пришел к вам и сказал, что я вам придумал классное имя, это имя яблоко, ну с большой вероятностью вы бы покрутили пальцем у виска. Но если я скажу, что а вы знаете компанию Apple? Итак, дорогие друзья, сегодня мы говорим о дизайне. С чего можно начать работу с дизайна? То есть первое, точно так же можно провести дизайн-аудит. Можно посмотреть на то, что сейчас есть у вашей компании. Можно провести очень простой эксперимент, пройдя весь путь потребителя от и до, фотографируя, смотря, выкладывая, оценивая то, что есть. Если вы хотите разработать новую систему, то я могу сказать, что часто сталкиваюсь с такой позицией, что дизайн – это понятие субъективное. Я могу сказать следующее, что стилистика – это понятие субъективное, но хороший дизайн или плохой дизайн – это понятие объективное. От уровня профессионализма тех дизайнеров, с которыми его работает, зависит очень многое. Потому что кто-то может создать яркую картинку, которая может вам произвести для вас сильное впечатление, но при этом он не может и не сможет предусмотреть заранее те технологические проблемы, с которыми вы столкнетесь при использовании. Потому что хороший дизайн должен жить в совершенно разных условиях. Он должен хорошо смотреться на экране с высочайшим разрешением и в достаточно посредственной черно-белой полиграфии. Хороший символ может воспроизвести парень с баллончиком в подворотне, если он хочет его быстро нарисовать и убежать, пока его не поймали полицейские. Хороший символ может нарисовать и ребенок карандашом. Потому что, еще раз напомню, что в основе любой системы лежит сильное простое решение. В хорошем символе, как правило, заранее заложен характер. Поэтому, если вы начинаете работу со своим дизайном, я могу сказать так, что познакомьтесь с несколькими дизайнерами, посмотрите им в глаза, посмотрите им в портфолио, посмотрите не только на красивые картинки, которые они показывают на мониторе, а оцените то, как этот стиль работает уже после внедрения. Попросите пощупать, а можно посмотреть материалы, которые у вас появились. У нас в офисе есть огромный шкаф, в котором стоят десятки, десятки, десятки коробок. Это коробки, в которых мы храним материалы по тем проектам, которые мы реализовали, для того, чтобы в любой момент мы могли иметь возможность их показать. Хорошие дизайнеры – это те дизайнеры, которые пройдут вместе с вами минимум три стадии. Стадия номер один – это стадия разработка концепции. Когда вы определяете, а что же будет вашим символом, а какие основные системы, определяющие вещи, будут основой вашего стиля. Блок номер два – это разработка первого пакета элементов. Иногда для того, чтобы попытаться сэкономить, клиенты говорят, окей, давайте так, мы возьмем у вас логотип и возьмем пять элементов, десять элементов, а остальные разработаем сами. На самом деле для того, чтобы появился большой бренд, у него должно быть много элементов. Если вы разрабатываете отель или кафе, то у вас минимум сто носителей стиля. Это не только меню, это не только визитка, это не только, не знаю, подставка под тарелку. Это очень много маленьких нюансов. И от того, насколько классно будет выглядеть у вас спичечный коробок, или от того, как будет выглядеть табличка «не курить», очень сильно зависит восприятие. Третье. Когда вы разработали любой элемент, вам нужно требовать от своих дизайнеров, чтобы элемент передавался не просто в электронном виде, а чтобы произошло хотя бы одно тестовое производство, чтобы вы могли оценить, получить первый тестовый тираж у себя на складе. Потому что от того, какие технологии вы применяете, будет очень сильно зависеть то, насколько круто, что и как выглядит. В завершении первого блока работ по дизайну вы должны требовать руководства стиля. Когда мы говорим о руководстве стиля, это уже не просто толстая книжечка или толстый набор из нескольких талмудов. Сейчас фактически это такой закрытый сайт, от которого мы даем ключи клиенту, который может передавать их всем подрядчикам, которые взаимодействуют с брендом. Таким образом вы добиваетесь того, что все люди, которые работают с вашим брендом, выполняют определенное целостное решение. Хочу дать еще один совет по поводу того, как можно повысить качество собственного дизайна. Вам нужно добиться эффекта, который называется «сытый глаз». Что такое сытый глаз? Это глаз, который видел много хорошего и разного. Потому что если вы сравниваете те работы, которые вам приносят дизайнеры, например, с вашими прямыми конкурентами, которые работают на вашем локальном рынке, конкурируют с вами в вашей товарной категории, то вы смотрите на дизайн и на вещи очень узко. А потребитель, хотите этого или нет, он формирует свой взгляд не только исходя из конкурентов вашего региона. Он смотрит голливудские фильмы, он смотрит клипы, он сидит в Инстаграме. И его визуальная культура очень стремительно растет именно последние 5-10, может быть, 20 лет. 5-10 лет она растет вот настолько быстро. И я могу сказать, что если 20 лет назад визуально, то, как человек одевается, потребитель очень сильно отличался, не знаю, там, среднеевропейский от среднеукраинского, то сейчас я могу сказать, что эти отличия стираются, особенно среди молодых, продвинутых или профессиональных аудиторий. То есть менеджер банка в Киеве очень часто будет похож на менеджера банка в Польше или в Германии. Поэтому есть эффект сытого глаза. Вы оцениваете все, что вы видите сейчас, исходя из того, что вы видели до этого. Именно исходя из этого формируются ваши критерии оценки. Именно это заставляет вас говорить нравится, не нравится, хорошо или плохо. Поэтому, чтобы принимать правильные визуальные решения, у вас должен быть богатый глаз. Как это можно решить? В целом, очень просто. Путешествия, экскурсии, музей, искусство. Много крутого визуального искусства в разной форме. Как я уже сказал, это могут быть просто путешествия, это могут быть выставки современного искусства, это обязательно классическое искусство, это та визуальная среда, которую вы формируете вокруг себя. В определенным образом сформированную визуальную среду не вписывается часто плохой дизайн. Он виден на ней, он торчит, в общем-то, как инородное тело. Даже большой крупный бренд иногда выглядит как, не знаю, там, станция метро, возле которой есть ларьки-ларьки, над ними вывески-вывески, а тут бабушки, беляши, еще какие-то штучки, что-то мигает, какие-то промоутеры, много людей. Кто-то в фиолетовых лосинах, а кто-то в леопардовых. И вот это есть реальная визуальная среда. Так не должно быть. Если мы говорим о трендах в дизайне, то сейчас тренд, который я бы назвал трендом номер один, это то, что экран победил полиграфию. Что имеется в виду? Если мы разрабатывали дизайн 20 лет назад, то самым важным вопросом, который мы задавали на этапе разработки, а можно ли это будет напечатать? Потому что самым главным носителем для стиля, как правило, бумага. Что это означает? Упаковка, этикетка, буклеты, лифлеты и так далее, и так далее, и так далее. Вы, кстати, может быть, не знаете, но буклет. Их вечно путают, буклеты и лифлеты. Лифлет — это что-то, что состоит из одного листика. Он может быть сложен в несколько раз, он может быть даже большим, но там нет ни скрепки, ни склейки. А если что-то склеивается или скрепливается с помощью любого приспособления, то это уже буклет от слова «бук-книга», а лифлет от слова «лиф-листик». Раньше вот эти все разные форматы полиграфии, они были главными носителями стиля. И многие поэтому даже обращались за разработкой своих брендов на типографии или в типографии, при которых работали какие-то отделы. Но сейчас экран одержал сокрушительную победу над бумагой. Самым главным носителем для вашего бренда будет экран. Сейчас самым важным является то, насколько хорошо вы выглядите на экране. И неважно, что это. Это подпись к электронному письму, это PDF-файл, это презентация в PowerPoint или Keynote, это гифка, которую вы отправите в одном из мессенджеров, или это экраны, которые будут использованы на выставке в вашем ритейл-пространстве, в телевизионной рекламе, в YouTube или где угодно. От того, насколько круто ваш бренд выглядит в видео, насколько он круто выглядит в любой графике на экране, зависит то, насколько он будет успешным. Сейчас сняты все технологические ограничения, все сдерживающие вещи, которые шли от бумаги. Сейчас вашим логотипом, вашим знаком, вашим символом может быть что угодно. Может быть 3D-построение, может быть фотография, может быть детский рисунок, может быть еще что-то. И я могу сказать, что вот такие вот саморазвивающиеся системы, в которых нет технологического ограничения, являются характеристикой современных брендов. К сожалению, многие бренды, увлекшись минимализмом и увлекшись вот этими современной абстрактной 3D-графикой, создают стили, которые уже их совсем не дифференцируют. Потому что минимализм и вот такая вот приятная, позитивная 3D-графика, она стала для меня, например, символом частных марок, которые используют супермаркеты для того, чтобы брендировать почти безымянную продукцию. Она стала символом технического дизайна. Как я говорю, что если вы будете заниматься разработкой дизайна для продуктов питания, то у вас, конечно же, придет в голову зеленый листик и какое-нибудь имя а-ля экофрэнгли. Да, потребитель ассоциирует зеленый листик с экологичностью или с натуральностью, но он видел уже такое количество этих зеленых листиков, что он даже не обратит на вас внимания. Ваша главная задача – вырваться, выпрыгнуть из визуального шума. Посмотрите на Deutsche Bank. Мечта всех банкиров. Квадратик и полосочка. Квадратик символизирует надежность, полосочка – рост. Все мечтают о таком стиле. Когда к нам обратилась Ольга Вейсберг по поводу бренда Bezol, она сказала, что у меня суперновость. Мы говорим, какая? Я смогла сделать зеленого цвета машинное масло. Мы говорим, а что крутого? Как? Оно зеленое. Нет других зеленых машинных масел. Мы начали работать, и когда мы начали работать, то мы столкнулись вот с таким вот стилем. Потому что это масло, которое сделано в Германии, производило впечатление, что оно сделано в Белоруссии. Правда? Но это очень часто бывает в момент, когда компания быстро растет, когда ей нужно быстро двигаться, когда ей нужно принимать быстрые решения. Вот прямо сейчас. Никогда не поздно это исправить. Никогда не поздно навести, в общем-то, резкость. Андрей. Никогда не поздно. Появился такой стиль. Он появился в 2007 году. Прошло несколько лет. Бренд успешно развивался. Начал продаваться немецкий бренд во многих странах мира. Но возникла проблема с поставщиком канистр, который сказал, что он не будет продлевать лицензию, потому что он давал лицензию на использование определенных форм. И нам пришлось разработать канистры. И когда мы начали об этом думать и спорить, а какая должна быть канистра, то у нас было решение, а давайте попробуем сделать канистру в форме буквы B. Все. Вот и вся сложность идеи. Канистра в виде буквы B. Идея на уровне третьего класса. Но мы сделали всю линейку немецкого масла, которое выглядит прекрасно. Получили за это Red Dot, получили за это IF Design Award. И сейчас это масло продается сколько, Оля, рынков? 70 стран сейчас продажа этого масла. И когда я иногда на Инстаграме вижу, в общем-то, картинки с нашей упаковкой где-нибудь в Индии, в Африке и так далее, я понимаю, что дизайн это универсальный язык, который находит, в общем-то, и да, и это зеленое масло. Если вы являетесь владелицем уже существующего бренда, вам, конечно, действовать чуть-чуть сложнее, чем при создании его с нуля. Но в данном случае всегда нужно помнить, что у вас есть возможность сделать одну из трех вещей. Ребрендинг, рестайлинг или редизайн. Что это такое? Ребрендинг, как шутил один из моих знакомых маркетинг-директоров, это всегда ребрейнинг, то есть переосмысление. Это момент, когда у вас есть существующий бренд, этому бренду уже есть 2, 3, 5, 20 лет, неважно, и вы задаете себе вопросы, которые фундаментально влияют на ваше позиционирование, на вашу бизнес-модель, на ваш продукт, на вашего потребителя. А кто я? А в чем моя уникальность? А для кого я работаю? А какая бизнес-модель? Поэтому фактически это работа над стратегией с самого начала, снова. Это вопрос, который можно делать, если вы видите, что бренд настолько устарел, настолько отстал от рынка, что, возможно, нужно менять весь бизнес. И тогда ребрендинг может это решить через перезапуск, через то, что мы не те, кто вы думали, а вот мы совсем новые и так далее. Есть второй подход. Этот подход, который можно назвать редизайн. Когда вы знаете, что у вас есть бренд, который люди достаточно давно знают, кто-то из них его любит, у вас уже есть сложившееся имя, у вас уже есть какие-то вещи, но вы видите, что дизайн говно. Тогда вы можете сказать, окей, мы стоим на том, что мы стоим, мы занимаемся тем же, чем занимаемся, мы отличаемся тем же, чем мы отличаемся, у нас даже имя может остаться прежним, но при этом мы меняем визуальную оболочку. Есть еще третий уровень, это рестайлинг. Когда вы понимаете, что в целом вы абсолютно окей, но изменяется время, изменяется понятие о прекрасном, изменяются визуальные стандарты, тогда вы можете делать изменения, которые будут заметны для вас, но будут почти незаметны для потребителя. Крутой рестайлинг, это рестайлинг, который потребитель не замечает. Для того, чтобы оставаться актуальным, такие бренды, как Coca-Cola, Microsoft и так далее, они постоянно чуть-чуть меняют свои интерфейсы, чуть-чуть меняют свои вещи, потому что время несется вперед. Время приносит новых героев, новое представление о том, еще раз, что такое красиво, что такое некрасиво. И если компания долго не занимается тем, что обновляет себя, если компания долго не уделяет этому внимания, то в какой-то момент она может обернуться по сторонам и обнаружить, что она находится уже в категории архаичных компаний. Компаний из прошлого десятилетия или из позапрошлого десятилетия. И по моим наблюдениям, в такую категорию очень часто попадают компании, которые очень сильно стремятся следовать за трендом. То есть, например, сейчас в моде какие-то, не знаю, абстрактные 3D, около бионические построения. Окей, все, мы сделали трендовый стиль. Да, но пиковые тренды, они короткие, и тренды становятся чем дальше, тем короче. То есть, фактически, компания через 3-4-5 лет может столкнуться с тем, что их стиль уже выглядит как устаревший. Наша рекомендация следовать тому, о чем говорил, я не помню, то ли Дольче, то ли Габбана, что не надо путать тренд и моду. Мода – это ощущение, понимание своего собственного, абсолютно уникального стиля. Того, каким образом совмещение разных, необычных элементов делает вас лучше, делает вас уникальным и делает вас привлекательным. Кстати, я хотел поговорить по поводу имен. Потому что понятие дизайн, если честно, это не очень правильное слово, которое бы описывало то, что мы сейчас обсуждаем. Более правильное слово в английском языке – это слово identity, это слово идентификация. То есть, это любые элементы, с помощью которых потребитель может отличить свой бренд от чужого, тот бренд, который он ищет, от тех других брендов, которые ищут его. И в данном случае, кроме графических элементов, важно поговорить по поводу нейминга, по поводу имени. Потому что для меня окажется, что нейминг – это очень коварный инструмент. Во-первых, это решение, которое является одним из самых постоянных в жизни компании. Имя компании – это самая сложная для изменений вещь. Что рекламную компанию, окей, вы выпустили неудачную, вы ее остановили, выпустили новую, и все забылось. Вы сделали неудачный дизайн – sorry, ну окей, вы его переделаете. Вы сделали новый продукт, он не пошел, окей, вы его уберете с рынка, выпустили новый. Но имя, доброе, хорошее, большое имя, почти всегда будет с вами. Потому что это именно то первое, что будет помнить продавец, что будет помнить покупатель, что будет фигурировать в исследованиях, что люди будут вбивать в строку в гугле. Каждый клиент мечтает об имени, которое бы состояло из одной, двух, трех, максимум пяти букв, имела бы домен .com, при этом рассказывала бы о том, что компания занимается именно этим, при этом немножко бы добавляла ценности к тому, что компания занимается, а в идеале рассказывала бы еще о ее истории и преимуществах. Это невозможно. На сию секунду я могу сказать, что имя – это самый сложный блок работ именно из-за того, что вы создаете объект уникальной интеллектуальной собственности. Имя становится хорошим не тогда, когда вы его придумали, а тогда, когда вы его смогли зарегистрировать с помощью патентного, поверенного, а еще вам удалось зарегистрировать какой-то классный домен. Я могу сказать так, что самые противные вещи, которые возникают и случаются во время работы с именами, это два момента. Момент номер один – это завышенное ожидание. Клиент хочет слишком короткое и слишком емкое имя, которое, как я уже сказал, все расскажет потребителю. Но имя – это всего лишь пустой стакан. Максимум, чего вы будете добиваться, это то, чтобы он имел какую-то интересную форму. Но дальше вам все равно придется наполнить этот стакан смыслом. А этим смыслом станет все, что вы будете делать после этого. Дизайн, реклама, сами продукты, то, что будет переживать потребитель, именно это будет формировать отношение к бренду. Если бы я пришел к вам и сказал, что я вам придумал классное имя, это имя Яблоко, ну, с большой вероятностью вы бы покрутили пальцем у виска. Но если я скажу, что «А вы знаете компанию Apple?» Да, вам понадобились десятилетия, если не годы, на то, чтобы сформировать к этому имени такое подражительное отношение. Поэтому, самое важное, не ждите от имени слишком многого. Если вы создаете имя, и это имя вам кажется окей, то, возможно, это уже большая победа. Потому что всегда в имени вам кажется следующее, что, может быть, вот там, где-то за углом скрывается еще одно имя, которое чуть более короткое, чуть более звучное, и чуть лучше расскажет наш смысл. А может быть, еще немного поищем. И иногда вот эти вот мучения по выбору имени затягиваются не просто на несколько дней или недель, на долгие-долгие месяцы. Я дам несколько советов. Совет номер один. Разрабатывайте и выбирайте сразу несколько имен, которые вы дадите на патентную проверку. Попытайтесь не влюбляться в одно единственное хорошее имя, потому что вероятность того, что это имя будет зарегистрировано в вашем кассе, в вашем рынке, достаточно высоко. Найдите хорошего патентного поверенного, который будет вашим соратником и поможет вам с определением того, какие классы для вас являются критичными, какие классы являются желательными. Подайте на проверку слажу несколько имен. Таким образом вы сможете или получить сразу несколько имен себе в актив, и, возможно, в следующий раз, когда вы будете делать какой-то похожий бренд или другой, это вам пригодится. А с другой стороны, вы избавите себя от риска того, что вы пройдете весь цикл проверок, это может занять одну, две, три, четыре недели, иногда даже больше, и узнайте, что имя занято. И вам нужно будет все начинать сначала. Кроме того, я хочу вам сказать по поводу разделения двух вещей. Имени собственного и так называемого описателя, дескриптора. Как правило, желание все вложить в одно слово делает это слово или не уникальным, или очень сложным. Например, вы открываете итальянский ресторан, и вы хотите назвать его чао. Например, чао. Но вам же непонятно, что это ресторан. Тогда вам нужно думать дескриптором, что вы напишите чао и напишите итальянский ресторан, или итальянская таверна, или паста-бар, или пиццерия. И в данном случае, когда вы создаете имя или будете создавать дальше логоблок, то вы понимаете, что эти два слова всегда будут жить вместе. И если вы создаете чао и пишите итальянский ресторан, то это одна степень дифференциации. А если вы говорите, что это чао, и это, например, остырия, то это уже чуть-чуть другая степень уникализации. Вы сможете создать что-то чуть-чуть большее, и вы сможете добиться эффекта того, что человек не просто слышит, не знаю, фразу, что я открыл для себя Куна Матата, и теперь я счастлив навсегда. Да, все круто. А что это? Зачем это мне? Это вот баланс. Потому что если вы будете называть агентство, например, словом агентство, или назовете компанию, которая будет заниматься альтернативной энергетикой альтер-энерджи, то с большой вероятностью вы не сможете дифференцироваться, потому что будет очень много компаний, которые занимаются альтернативной энергетикой, назовутся примерно так же. Поэтому мой совет всегда такой. Делайте имя собственное, максимально короткое, максимально странное, максимально запоминающееся. Это заноза, которая торчит у вас из глаза или из уха, которую вы уже никак, никаким образом не можете оттуда вытащить. И делайте дескриптор максимально коротким, максимально простым, максимально понятным. Объединение двух этих слов в одно понятие, в один блок, дает идеальную комбинацию. Поэтому сразу же вы можете для себя нарисовать такую маленькую пирамидку, где первым будет имя собственное, вторым будет дескриптор, а третьим будет ваш домен. www, что-то, что-то. Потому что именно в такой комбинации с большой вероятностью ваш потребитель будет это видеть, например, в адресном блоке или на визитке, или где угодно. Одно не работает без другого. И поэтому все эти три элемента могут отличаться, но работать вместе, как хорошая команда. Кроме того, по поводу имени я хочу сказать такую штуку, что имя живет в реальной жизни. Когда вы придумываете имя, то вам нужно избегать очень сложных, очень логических таких ребусов. Потребитель хочет упрощения. Подсознательно мозг хочет сэкономить свою энергию. Когда он видит что-то простое, он благодарен за это, потому что ему не нужно тратить лишнюю энергию на то, чтобы эту информацию обработать. Помогите мозгам своих клиентов обработать информацию про вас. Не усложняйте. Помните, что человек будет говорить о это имя вашего бренда. Например, когда он звонит в службу такси, ему плохо слышно. Говорит, какой ресторан вам нужно? Куда машину? Ну как же? Лигуленто. Что? Да-да. Вместо того, чтобы сказать просто чао. Даже моя скромная фамилия Федерев. Когда я нахожусь за границей, очень часто я говорю «Плиз, can I reserve a table?» «Да, what's the name?» Говорю, Федори. Федерико? Федори? Я говорю, Джеймс Бонд. А, Джеймс Бонд, ха-ха! Поэтому каждый второй столик я бронирую на имя Джеймс Бонд. Если вы придете в ресторан, увидите броню на Джеймса Бонда, возможно, это на меня. Иногда лучшая концепция при разработке имени это отсутствие концепции, потому что слишком много логики загоняет вас в ассоциации первого порядка. Когда поэтическое кафе у вас будет называться Пушкин или в лучшем случае, не знаю, Ахматова или Цветаева. Но черт побери, неужели нельзя придумать что-то более интересное? Потому что если... Вот этот вот баланс между простотой и предсказуемостью и интересностью. С одной стороны, вам нужно упрощать жизнь человека, а с другой стороны, не быть банальным. Люди все тотально упрощают. Эрнстон Янг сейчас EY. Pricewaterhouse, Coopers, PwC. Потому что у людей нет времени на слить лишние буквы. Я вам открою маленький секрет. Когда компания Federif была основана, она не называлась Federif. Мы называли свою компанию Federif.com для того, чтобы рассказать людям о том, как найти нас в интернете, чтобы они сразу вбивали в строчку наш домен, а не шли через Google. И знаете что? На примерно четвертом, пятом году нашей работы мы поменяли имя. Мы стали называться Federif, потому что слово .com это четыре лишние кнопки, которые человек должен набивать. Потому что намного быстрее вбить Federif в Google, назвать Enter, чем вбивать Federif в точка C-O-M. Потому что еще один способ проверить, насколько уникально то имя, которое вы создаете, просто вбить хэштег, неважно, в Instagram или в Facebook, и посмотреть, а что ассоциируется у людей с этим именем? А что они увидят? Приятную милую собачку или какую-то форму болезни вен, которая распространена, не знаю, в Индонезии. Потому что так или иначе, вы хотели бы ограничиться своим местным рынком города Полтава, Витебск или города Штутгарта, но на самом деле мы все жители одной глобальной деревни. И у всех Instagram на всех один, дорогие друзья. Поэтому не бойтесь быть чуть-чуть смешным, не бойтесь быть чуть-чуть ироничным. Главное, не бойтесь быть нейтральным и незаметным. Будет ли ваш логотип читаться с пяти метров? Легко ли ваш логотип нанести на маленькую ручку? Как еще можно проверить логотип? Да очень просто. Можно провести бигборд-тест. Если вы возьмете один бигборд перед вашим офисом, три на шесть, и разместите там только ваш логотип и ВВВ, это будет красивый бигборд? Он будет заметным? Он будет работать? Представьте себе это. Это будет интересно. Хороший, простой эксперимент. Один французский дизайнер говорил о том, что, пожалуйста, не забывайте, что в понятии фирменный стиль ключевым является слово стиль. А стиль – это определенный способ трактовать прекрасное. Самое важное – не думайте, что это мелкий проект, не думайте, что это короткий проект. Это проект на долгие годы. И я еще раз повторю, что ребенок должен быть долюбленным. Чем более талантливые люди будут вкладывать свой талант в дизайн вашей компании, тем лучше. С вами будут работать самые талантливые архитекторы, которых вы можете себе позволить, дизайнеры по костюмам, авторы упаковки, фотографы, видеографы. Все это будет работать на ваш образ. Все это будет формировать и добавлять целостную, большую картинку вашего дизайна. Это не про логотип. Это про все, что в принципе будет видеть, трогать и чувствовать потребитель. Современный дизайн, когда мы говорим про дизайн мышления, он в первую очередь, и мы об этом много говорили в предыдущих главах, он акцентируется и ориентирован на дизайн опыта. Не только то, что видит человек или может сфотографировать человек, а то, как это что-то повлияет на его переживание. То будет он счастлив от того, что у него не болят ноги в новой обуви или он с проклятиями, как только выйдет из-под объектива в камер, снимет эти туфли и будет говорить «О боже, наконец я босиком». Потому что, я напомню, наш главный вывод – баланс между функцией и красотой. Функция первична, но красота не менее важна. Желаю вам хорошего дизайна. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова